Ростов сегодня это больше 20 фигурантов в деле о взятках полицейским прикрывавшим торговцев нарушителей с 2015 года и борьба пограничников с браконьерами в Таганрогском заливе Это съемки художественного фильма, спецоперации с Аристархом Венисом в главной роли и масса саженцев в разнообразии Дня Древонасаждений А также фестиваль мастер-классов «Проблемы особого детства. Пути решения, связанные с аутизмом» Ростов сегодня это вырванная футбольным Ростовом в Оренбурге ничья после 0-2 А еще это открытие выставки рисунков из ада детских концлагерей И смена ветра дождем за окном На первом ростовском информационная программа «Ростов сегодня» Ее ведущие Рубен Данов и Алина Николаева Здравствуйте Здравствуйте Новая волна мобилизации в России не планируется Заверил сегодня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов И предполагаемые изменения в системе воинского учета В том числе введение электронных повесток никак не касаются мобилизации Она регулируется другим законом К комментариям подключился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков По его словам, все это не связано с мобилизацией Речь идет о воинском учете Закон, который предполагает создание единого реестра военнообязанных И вводит электронные повестки Госдума сегодня приняла в третьем окончательном чтении Каждый месяц платишь от 3 до 50 тысяч рублей И торгуешь спокойно, несмотря на нарушения Так работали с не слишком чистыми предпринимателями Такие же нечистые на руку полицейские в Ростове Подробности громкого дела о создании преступного сообщества В погонах и взятках с двумя десятками фигурантов В сводке ростовского городового у Инны Билан Торговцев с правонарушениями в Ростове крышевали полицейские Точнее, ежемесячно брали с них взятки за непривлечение Следком и МВД заявили сегодня о возбуждении уголовного дела По статьям «Организация преступного сообщества» и получение взятки Планируется задержание двух десятков сотрудников регионального главка и граждан Это сообщество работало еще с 2015 года под руководством бывшего замначальника ростовской полиции По охране общественного порядка Дмитрия Рыбалка Они подозреваются в организации деятельности преступного сообщества Участники которого занимались получением взяток за непривлечение К административной и иной ответственности лиц, осуществляющих торговую деятельность На территории города Ростова-на-Дону Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России Предварительно установлено, что фигуранты получили взятки в особо крупном размере На общую сумму не менее 25 миллионов рублей Суммы взяток варьировались от 3 до 50 тысяч рублей В зависимости от количества торговых помещений Ежемесячно руководители структурных подразделений сообщества Передавали собранные деньги Рыбалка Проведено 85 обысков на рабочих местах и по месту жительства Изъяты им большие суммы денег и другие доказательства преступлений Расследование дела продолжается Факт избиения пассажира водителем маршрутки проверяет полиция Причиной стало видео в соцсетях с конфликтом в маршрутном такси 91 По словам очевидцев, ссора разгорелась из-за грубого тона Который мужчина попросил высадить его на остановке по пути в Мегу Слово за слово диалог перерос в драку Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личностей И задержание участников инцидента По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Сообщили в МВД Браконьерить так по-крупному Сразу 16 человек задержаны за незаконный лов В районе хутора Калузаева Азовского района Они работали с трактором и двумя катерами На месте обнаружено полкилометра сельдевого невода И 2500 рыб общим весом 900 килограммов Причем были там и запрещенные к добыче шимая и судак Ущерб оценивается в 3,5 миллиона рублей Транспорт, сети и рыба изъяты Рыбакам грозит до 5 лет лишения свободы На этом у меня все, до встречи Больше километра сетей и 300 крючев для незаконного лова Вытралины из Таганрогского залива с начала года У нарушителей изъято 6,5 тонн рыбы и десяток лодок В одном из ежедневных рейдов побывала и наша съемочная группа Были в нем и нарушители Вот уже 10 лет Александр выходит патрулировать Азовское море Ловить браконьеров, да и вообще любых нарушителей И это для молодого человека скорее призвание, чем просто работа На вопросы отвечает по-военному, немногословно и четко Я пришел сюда осознанно Это для меня очень патриотично Семья меня поддерживает А вот и первая остановка патрульного катера Но эти рыбаки ничего криминального не делают Ловят абсолютно легальным способом И с документами у них все в порядке А из ставков берут только то, что разрешено Но не все здесь такие беспроблемные бывают Пограничникам приходится буквально гоняться за нарушителями И некоторые погони не затерялись бы в остросюжетном блокбастере Но пытаться уйти бесполезно Эти погони заканчиваются задержанием браконьеров В этом случае сети остались сухими Злоумышленники просто не успели их поставить Охранники Азовского моря успели их обнаружить и задержать До совершения браконьерства В ходе сегодняшних оперативно-профилактических мероприятий Направленных на выявление предупреждения пресечения Противоправных действий связанных с незаконной добычей Водных биологических ресурсов Было задержано одно маломерное плавательное средство На борту которого находились запрещенные орудия добычи Данное плавательное средство будет задержано Доставлено пункт постоянной дислокации Для составления административного материала В отношении лиц Теперь неудавшихся рыбаков-бизнесменов Скорее всего ждет крупный штраф И ни сетей у них не останется, ни лодки По указанному факту Вероятнее всего будет назначено административное наказание В виде административного штрафа С изъятием запрещенных орудий лова И плавсредства Прошел еще один день Какую-то азовскую рыбу удалось сохранить Но пока существует море Будут браконьеры А значит уже завтра пограничники снова выйдут на воду Иван Полехин, Виталий Ступаков Первый ростовский Новый прямой автобусный маршрут из Ростова в Абхазию Анонсировал Донавтовокзал Первый рейс планируется отправить перед майскими праздниками 27 апреля И дальше повторять через день Время в пути 17 часов 26 минут Отправление в 16.05 от главного автовокзала Прибытие на автовокзал Сухума в 9.30 утра Так что ночь в пути и утром уже на месте у моря Художественный фильм о начале спецоперации начали снимать в Азове Сюжет довольно прост Он поддерживает СВО и уходит на фронт добровольцам А напротив и не видит в этом смысла Рабочее название картины 20.22 В главной роли Аристарх Венес Выход на экраны планируется уже осенью Он студент МГИМО, отслуживший в радиовойсках Понимает, что спецоперация была неизбежна и уходит добровольцам Для Аристарха Венеса работать в таком проекте важно Его бабушка в годы Великой Отечественной войны была в плену А сам он уверен, русские долго терпят, а потом дают хороший отпор Картина тяжелая именно по этим делам Именно по этим делам Я, собственно, в том числе и поэтому Именно накануне перед съемками поехал на передовую Чтобы понаходиться с ребятами там И приехать немножко в другом эмоциональном состоянии Хотя он не герой, который играет Это не профессиональный воин Это просто парень, который вот По определенным причинам В том числе и душевным, и сердечным Любовным Вот он уходит туда Вот Это непросто Для успеха такой работы необходимо совпадение взглядов режиссера и актеров И в данном случае оно есть Хотя в целом это история о любви Все в мире, на мой взгляд, подчинено и кружится вокруг любви И возможно из-за того, что любви, мягко говоря, стало меньше И есть какая-то подмена понятий Вот, любовь подменили насилием, развратом Просто по хоть и будам Оно, собственно, и выражается в том, что мы имеем в сегодняшний день Вот, мне кажется, это про это Вот Это про людей Это Про выбор Актрисе и каскадеру Виктории Токаревой Сниматься в таком проекте страшно И в то же время интересно проверить свои возможности Для ее героини главное, как и в жизни, семья Но семья на поле боя Это братство, мне кажется, в первую очередь Каждый друг за другой горой Конечно, страшно Как видишь БТР, и тебя просто трепет внутри, трясет Когда ты слышишь какой-нибудь взрыв, когда стреляешь из автомата Неописуемое такое ощущение Режиссер Андрей Симонов уже после начала СВО понял, что такой фильм будет нужен Заготовка сценария была от Дениса Радимина После его доработали с привлечением консультантов Это и военкино, и профессиональные киношные специалисты А еще бойцы батальона Сомали Многие персонажи взяты из жизни То есть списано что-то там Ну, какие-то вещи там списаны С Владлена там были Ну, просто вот чисто персонажные Вот, ну, это такой микс, что нельзя сказать, что такая именно история была в жизни То есть это, конечно, придуманная художественная история Которая просто насыщена деталями из жизни Пока съемки идут в Азовском районе Потом переместятся в Гуково Выпустить фильм планируют в ноябре Начали Инна Билан, Роман Корх, Первый Ростовский Сад Победы высаживают в Ростовской школе номер 22 Уже вторую весну подряд Десятки деревьев, посвященных успешным сражениям российской армии Растут теперь во дворе этого учебного заведения В дне древонасаждений с лопатами и саженцами Работали ученики с родителями и преподавателями Наш репортаж из самого центра Сада Победы Каждое дерево в этом школьном саду посвящено Великой Победе русского оружия Здесь и взятие Берлина, и освобождение Ростова И более ранние в истории триумфы В Синопском и Чесменском сражениях Совершенно разные исторические периоды Но объединяет их одно Доблесть наших солдат У нас даты начинаются от походов Олега на Царьград Заканчивая уже присоединением Крыма В 2014 году Традиция, а идея Это пришла у нас директор Он такой у нас генератор идей И конечно же педагогический состав поддержал Эту мысль И мы вот с прошлого года, с 9 апреля Мы начали, открыли сад уже Победы Директор школы идеи не только генерирует Но и сам воплощает их в жизнь Вот он сажает дерево Естественно, рядом коллеги-учителя А с ними ученики и их родители Я классный руководитель, мне очень нравится Я люблю действительно и сажать И со своими детьми И хочется думать, что через 20 лет я приду А здесь будет огромное дерево И напоминать о нашем классе Таких деревьев по всей области В день древонасаждений Высадили 17 тысяч Плюс еще 16 тысяч кустарников Разбили десятки клумб, цветников и газонов А в Саду Победы 22-й школы Поработал замгубернатора Игорь Сорокин Все 55 муниципальных образований Активно участвуют в этой акции В ней участвует около 25 тысяч человек Это вот школьники Сегодня мы на территории замечательной школы Вересаева Это предприятия, организации Бюджетные сферы Представители бизнеса То есть, собственно говоря, все Активно участвуют в этой акции В общем, Ростовская область преображается И все мы можем активно в этом участвовать С 15 апреля по 31 мая Пройдет всероссийское голосование По выбору объектов благоустройства На 2024 год Чем больше голосов наберет территория Тем больше шансов Что уже в следующем году Она изменится до неузнаваемости Сделать свой выбор Могут жители региона старше 14 лет Иван Полехин, Сергей Вишняков, Первый Ростовский Перемещаемся на грибной канал Там сотню деревьев и кустарников Высадили воспитанники, тренеры И руководство спортшкол Во главе с министром спорта Среди новых растений на берегу спортивного водоема Акации, клёны, ясени, туи и тополя Тренеры, воспитанники и руководства Спортивных школ на день Переквалифицировались в садоводов На двух берегах грибного канала Они высадили сотню саженцев Акации, ясеня, туи, серебристого тополя И астролистного клёна Это имеет колоссальное значение Мы вообще для себя приняли решение Что в течение нескольких лет Вот эту зону, прилегающую к грибному каналу Сделать зелёной зоной Ну и целенаправленно движемся В этом направлении Потому что за прошлый год Мы больше тысячи деревьев высадили День древонасаждений проводится два раза в год Во вторую субботу апреля и в третью субботу октября Но древо не только деревья В этот день принято сажать и кустарники, и цветы Поэтому некоторые участники праздника благоустраивали клумбу Сначала мы разравливаем землю Потом будем заниматься высадкой цветов Сначала от центра, потом ближе к краю Далее, скорее всего, ещё пойдём деревья досаживать А дальше не знаю уже, что останется На грибном канале деревья и кустарники Уже высаживали многие выдающиеся спортсмены Олимпийские чемпионы и чемпионы мира Елена Швайбович, Вартореса Мургашев, Николай Спинёв, Сергей Федоровцев, Александр Костоглот, Анна Сень, Владлена Бобровникова, Виктория Калинина, Анна Вяхерева, Лариса Крабейникова, Никита Нагорный и многие другие А зеленять канал продолжат Ещё в этом году планируется высадить тысячу деревьев и кустарников Екатерина Лободина, Первый, Ростовский Экопарк на берегу Темирника подзаряжается экологичностью В нём появились ещё 190 деревьев и 150 кустарников Аллея получилась разнообразной В ней платаны и церцесы, клёны и шелковицы, сумах и сирень Ирина Магдалинина пришла на день древонасаждения с ребёнком И не просто погулять, тут момент воспитательный Приучать любить природу нужно с детства Получаем огромное удовольствие, когда появляются новые деревья Природа наша становится краше и лучше Есть куда привезти детей на прогулки Она всегда посещает такие мероприятия Да, доченька? Мне больше нравится сажать Ну и рисовать тоже, любимое занятие А братья Мирон Пешков и Олег Кучма пришли помочь посадить новые деревья С убеждением, что об окружающей среде нужно заботиться независимо от возраста Потому что на планете становится чище и больше воздуха У нас очень много мусора и в воздухе очень много пластика А деревья, ещё мы выдыхаем углекислый газ А деревья вдыхают углекислый газ и выдыхают кислород, которым мы дышим Поэтому они важны Если ребёнок своими руками посадит дерево и будет понимать, что он его выращивает То я думаю, что у него никогда в голове не возникнет мысли, чтобы это дерево поломать Или что-то с ним сделать Поэтому очень здорово, что приобщается молодёжь к этому мероприятию И я сегодня точно могу сказать, что у всех замечательное настроение Поэтому с праздником! 190 деревьев и 150 кустарников высадили на первой миле экопарка на берегу Темирника Платаны, клёны, церцесы, шелковицу, сумах и сирень Областный праздник День древонасаждения уже четвёртый год проводится как часть международной акции «Сад памяти» День древонасаждения для жителей Ростовской области стал действительно доброй традицией И глядя сегодня на ростовчан, которые собрались в этот день посадить деревья Задумываешься о том, что действительно всё самое лучшее мы творим своими руками И в наших руках сделать наш город лучше и краше Инна Билан, Юрий Лешко, Первый ростовский Представители полутора десятков национальных объединений собрались в парке Островского, чтобы украсть его новой аллей И высадили два десятка деревьев, боярышника и несколько черёбух Называется всё это теперь аллея межнациональной дружбы Корейцы рядом с поляками, татары с казахами, армяне с азербайджанцами В этот раз представители ростовских национальных диаспор собрал вместе день древонасаждений В парке Островского они высаживали аллею, которая полностью соответствует своему названию Аллея межнациональной дружбы Мы на самом деле живем очень дружно, вообще без каких-то конфликтов Мы вместе и в труде, и в отдыхе, и в работе, и по любому поводу все встретились Надо деревья посадить Две минуты все собрались и приехали Сегодня, вы знаете, даже со своими лопатами каждые Вообще предназначение каждого человека создать что-то, родить что-то И как мы все знаем, по всем религиям каждый мужчина особенно должен построить дом, родить ребенка, сына и посадить дерево Я думаю, что для нас это очень хорошая возможность проявить себя и выполнить некую программу минимум Сажали представители диаспор боярышник, который, по поверьям, защищает от завистников и потусторонних сил И черемуху олицетворения молодости и свежести Это все наши жители города Ростова Мы закладываем новую аллею, аллею дружбы Наверное, в это время дружба между жителями, между народами, она как никогда актуальна, вознужна И то, что мы эту аллею закладываем, это глубоко символично Посадив, полив и полюбовавшись своей работой, представители диаспор решили дело древонасаждения продолжить Уже в следующем году они соберутся снова, чтобы высадить еще одну аллею дружбы с другой стороны этого парка Иван Поликин, Сергей Вишняков, Первый Ростовский Как быть, если малышу поставили диагноз аутизм? Главное, не паниковать, в этой ситуации есть кому помочь Уже восьмой по счету фестиваль мастер-классов «Проблемы особого детства. Пути решения» провели в Ростове Его организатор – региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра Сыну было два года, когда семья столкнулась с этой проблемой, рассказывает Анна Псюкалова А до того даже слова такого «аутизм» не знали Стали читать книги, бывать на конференциях А Анна даже магистратуру окончила, чтобы подтянуть уровень знаний Теперь сыну десять, он учится во втором классе частной школы А опыт мамы пригодится участникам фестиваля «Проблемы особого детства. Пути решения» У меня тема посвящена, как выполнять домашние задания То есть то, что мы уже научились делать и с чем справились То есть еще даже 6-7 лет назад я вообще даже не представляла, что можно делать с ребенком Который не может говорить или, например, очень сложно его научить читать На практических занятиях и мини-лекциях побывали полтысячи человек Это психологи, педагоги, дефектологи, логопеды, сотрудники развивающих центров И, конечно, родители Все для кого актуальны проблемы детей с расстройствами аутистического спектра И нам кажется, что это очень интересный и важный опыт Для любого специалиста, который готов показать, что он умеет Другим специалистам показать, что то, чем они занимаются На самом деле находят отражение в практике многих А родителям очень важно увидеть, что те люди, которые занимаются обучением, воспитанием их детей Они на самом деле являются профессионалами Здесь показываются практические навыки работы с разными категориями детей Причем практические навыки, отработанные уже на практике ведущими нашими дефектологами Они не просто рассказывают теоретические исследования Они представляют опыт своей многолетней работы А еще на фестивале наградили победителей ежегодного областного конкурса информационно-методических разработок Ирина Машлакова и ее коллеги могут дать совет, как подготовить ребенка к визиту к стоматологу Готовить детей с особенностями в развитии можно начинать в домашних условиях С самого раннего возраста, включая в обычные повседневные игры с родителями Игру в стоматолога, умение долго продолжительно держать рот открытым Закладывать ватки за щечку, считать друг другу зубки и записывать это в тетрадь Так, помимо детей, учатся и врачи, и родители Эту методику уже тестируют в двух стоматологических клиниках в Ростове и Новочеркасске Галина Белоусова, Руслан Хамчеев, Первый Ростовский Какого качества дома строятся сегодня? Успевают ли строители в срок и не забывают ли о благоустройстве территории и социальной инфраструктуре? Замминистра строительства побывал на нескольких площадках в Батайске И оценил ход работ, в том числе по жилью для детей-сирот Земельный участок, планируем жилой комплекс Булгака Порядка 300 тысяч квадратных метров Напротив, это за теми домами? Да, за теми домами, там есть поле Вы его проезжали по первой петли Порядка 300 тысяч квадратных метров планируем построить Многоквартирные дома, 12 разной этажности Также тут планируется в этом ЖК школа на 1340 метров Привязываем типовую школу, взяли на себя обязательства, попроектировали Этот жилищный комплекс пока только на проекте А от 10-ти этажки на улице Ушинского сдаются одна за другой Первые секции уже заселены, вторые на подходе Этот жилой комплекс – пример современной многоэтажной застройки Многоэтажки с уютными двориками, парковками, современными игровыми комплексами для детей и местами отдыха Сегодня в Батайске посмотрели дома, которые будут вводиться в текущем году 6 многоквартирных домов уже здесь введено в эксплуатацию И еще 14 будут введены в течение года Под особым контролем дома, в которых получают квартиры дети-сироты Дом номер 279 на 9 квартир на улице Половинка уже построен наполовину Работы идут по графику Есть и дома, строят дома блокированной застройки Строят дома малоэтажные до 10 квартир, в которых могут доставлять квартиры в целом детям-сирот Также и в отдельных многоквартирных домах приобретаются квартиры Главное, чтобы процент приобретаемых квартир не превышал 25% от общего количества в многоквартирном доме В этом году на жилье для детей-сирот предусмотрено 1,7 млрд рублей Уже куплено 283 квартиры Вообще объемы жилого строительства в нашем регионе растут В 2022-м сдали 2,7 млн квадратных метров В этом планируется на 200 тысяч больше За первый квартал введено 747 тысяч квадратных метров жилья И это как раз четверть плана Юлия Карасюк, Николай Кубышкин, Первый Ростовский Новый храм святителя Николая Чудотворца открыт в селе Заветном в вербное воскресенье Его предшественник Свято-Никольский храм появился здесь еще в 1874 году, но давно разрушился и службы проводили в бывшем дворце пионеров Открыть новый храм в Заветинском районе планировали на Пасху, но митрополит попросил поторопиться и успеть к вербному воскресенью За пять лет здесь построили кирпичные стены, установили купола, сделали освещение и отопление Осталось благоустроить территорию и построить воскресную школу, но проводить службы приход уже готов Я считаю за пять лет то, что мы построили, это достаточно быстрый срок Население района у нас не так большое, 16 тысяч Ну и со строительством церкви у нас и приход стал побольше Верующие подтянулись к нам, нас поверили и мы вот построили Мы сегодня совершили первую божественную литургию Вместе с праздником Господь вошел в Иерусалим, Господь вошел в наш храм Притворением хлеба и вина в тело и кровь Христову Отец Михаил девятый по счету священник в Заветинском приходе и первый в новом храме Старому могло бы скоро исполниться 150 лет Но здание давно разрушено и службы проходили в небольшом молельном доме В Заветном богослужение проводилось в бывшем дворце пионеров Это неприспособленное помещение Конечно, то, что открылся такой храм, это хороший шаг, добрый шаг православия в вербное воскресенье Конечно, работы еще много, сейчас обсудили вопрос, как кондиционировать храм, как по воскресной школе помочь им Единорос Владимир Ревенко следил за ходом строительства храма, помогал финансово, теперь участвует в открытии А заодно помогает местной группе «Сила в единстве», которая с февраля сплела и отправила на фронт 40 маскировочных сетей Чтобы работать дальше, им нужна ткань, покупку которой и взял на себя парламентарий Мы подготовили письменное обращение, где все указаны параметры А скажите просто, вы знаете, где его приобрести? Из новой ткани заветинские волонтеры сделают еще сотню сетей С доставкой которых на передовую им также обещали помочь Арина Николаева, Анастасия Мартынова, Первый Ростовский Пять защитников выставил в основе Валерий Карпин на гостевой матч с Оренбургом Видимо, с учетом того, что этот клуб в тройке самых атакующих и бьющих Но такая осторожность не помогла Ростов начал вроде бы остро Два раза рядом со штангой отправлял мяч Камличенко Но к 22-й минуте наша плотная оборона была разорвана дважды И не без очередной ошибки вратаря Письякова уступаем 0-2 Восстановиться нам удалось только после замены подвернувшего ногу Чернова И возвращения к схеме с четырьмя защитниками Еще до перерыва Миронов мощно пробил издали, вратарь справился А во втором тайме Ростов буквально задавил соперника Опаснейший момент у Байромяна, а потом Карпин угадал с заменой Выпустив Галенкова и Комарова Сначала Галенков попал в штангу и чуть не подрался с ждавшим паса Камличенко А потом получил пас от Комарова и забил А на последней минуте игру спас Осипенко, уложив мяч в угол Ничья 2-2 и Ростов сохранил трехочковый отрыв от идущего на третьем месте Спартака А лидер «Зенит» оторвался на 9 очков И в воскресенье у нас с ним домашний матч В аду фашистских лагерей Выставка с таким страшным названием Открыта в публичной библиотеке сегодня В международный день освобождения узников фашизма Ее автор Юрий Планидин Испытал все изображенное на картинах на себе Он прошел детские концлагеря После освобождения еще успел повоевать А представленное на выставке нарисовал там, в аду Или совсем чуть-чуть позже Итак, каждый год уже 18-ю весну вспоминают о жертвах фашистских концлагерей ростовчане Среди них и 93-летний Юрий Планидин В 42-м году его, 12-летнего, с тысячами других детей угнали в Германию Тогда будущий художник и начал рисовать портреты малолетних узников Которые вошли в его вторую персональную выставку в публичной библиотеке Впервые в аду фашистских лагерей показали здесь 10 лет назад Здесь представлены работы, которые он рисовал еще в 45-м году Непосредственно в Германии Вот на его работах вы можете видеть Вот ребят, которые узников, которые находились в концлагере Потом он изобразил своих освободителей Портрет капитана Павла Абакумова Освободителя детского концлагеря в городе Пирна Среди акварельно-пастельных рисунков Они сделаны Планидиным по памяти уже после победы в 45-м А первый наброски делал простым углем на асфальте В лагере его учил рисовать русский военнопленный А немец-маляр, купивший подростка, показал, как разводить краски Работа была однообразной Красили заборы и крыши заводов За три года войны прошел лагеря в Варшаве Пирни и Дрездене В последнем пережил бомбежку британских и американских самолетов Мы сгружали краски и 13 февраля немцы говорили о том, что город искусства не будут бомбить А оказалось, что в одну ночь город искусства был снесен Когда мы бежали с Дрездена, с этого пекла, это ад был кромешный Я также был спасен, как Курт Вани Гуд, который когда-то был и воевал с немцами Экспозиция на Мольбертах – всего 19 картин из десятков работ домашнего музея Планидина в поселке Рассвет Кураторы выбрали самые сильные образы, графические иллюстрации к собственным книгам автора «Дети войны», уже упомянутую акварельно-пастельную коллекцию и масляную живопись, где ужас буквально застыл в лицах узников Портреты детей узников безымянные Да и кто все эти изможденные несовершеннолетние там в аду фашистских лагерей по воспоминаниям Юрия Планидина было неважно Никаких имен и фамилий, только порядковые номера Пять страшных чисел у Юрия 10401 Над многими детьми ставили медицинские эксперименты на фабриках смерти Потом отправляли в крематории И то, что не попал туда, Планидин считает чудом Есть и живописная аллегория, например, красные и черные тюльпаны где в касках немецких солдат цветы завяли, а в советских расцвели Выставка в аду фашистских лагерей открыта до 11 мая Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Первый, Ростовский В Госдуму внесен законопроект о переносе длинных выходных с января на май То есть ежегодные каникулы предлагается ввести с 1 по 9 мая а новогодние праздники при этом сократить на 4 дня По этому поводу мы опросили ростовчана что лучше оставить новогодние каникулы как есть перевести их на май или сделать что-то другое Лучше оставить новогодние праздники как есть или перенести их часть на май? Как есть Как есть, как есть Новый год сюда Чтобы Новый год встречали именно как полагается На майский тоже пусть будут Как раньше было, 10 дней зимой, 10 дней на майский Я думаю, что не нужно ничего попросить, потому что новогодние, это новогодние, это атмосфера А в майские праздники все-таки весна, все расцветает и там определенная другая атмосфера Ну для нас лучше бы на май, у нас дача, лучше в мае Кому как, кто-то поедет на Мальдивы, кто-то поедет на зиму, на кушевель, все по-разному У нас дача лучше, поэтому нам на май Я там беру между мазиками 4 дня рабочих, беру просто отпусы 4 дня и продлеваю себе самостоятельно А так желательно на выходные, все-таки Новый год оставить как есть Я считаю, лучше оставить как есть, потому что новогодние праздники, это семейные праздники, лучше провести время с семьей Новогодние каникулы, это мощная передышка такая хорошая Ну я бы так оставила, хотя мои коллеги, наверное, весной хотят погулять И они с удовольствием майские праздники бы тоже встретили, ну мне комфортно так Оставить как есть Почему? Ну потому что очень удобно провести время на новогодние праздники с семьей, такой большой праздник, больше чем майские Нет, вообще-то зимой делать нечего, скажем так, дома сидеть, килограммы набирать А так лучше, конечно, на весну Ну может часть на мае, мне кажется, многовато Тем более раньше, когда я был молодой, зимы были холодные, можно было на коньках покататься, на лыжах, а сейчас дожди идут А на мае все-таки что-то можешь погулять где-то, с детьми куда-то отвезти, можно же Лучше как есть, потому что в мае дети сильно расслабятся и к учебе будет им сложно возвращаться Я работаю тогда, когда хочу, но мне кажется, только отдыхать не нужно И на Новый год много, и на майский тоже много Перенести на май Почему? Потому что там теплее, лучше гуляется Ветер стал самым заметным погодным явлением сегодняшнего дня, но уже завтра он должен выдохнуться и отойти на второй план, а на первый выйдет дождь Когда он собирается начаться, знает наш метеокор Иван Полехин Хотя это и не точно, но вероятность верного прогноза все-таки есть Друзья, на улице сегодня ведрено, а в такую погоду очень многих беспокоят суставы Помочь в их лечении может медицинский аппарат Алмак Плюс Артроз, остеохондроз, невралгия Не просто слова, решение есть Алмак Плюс для лечения спины и суставов Алмак Плюс по сниженной цене В аптеках Будь Здоров и сети магазинов Медтехника Ростовщане на дворе, второй день страстной недели Великий вторник В этот день по традиции принято чистить, стирать белье, скатерть и всю одежду Ну, а ненужные вещи лучше выбросить Но если вы все-таки, как говорят, плюшкин, да, и ничего из своего шкафа выбрасывать и удалять не собираетесь То для вас тоже есть на сегодня отличная примета Одежда, купленная в Великий вторник, должна приносить, ну, поверье есть такое, что она принесет обязательно счастье еще немного в ваш дом Так что сегодня вечером обязательно на шопинг А пока вы выбираете, что купить, я вам расскажу о погоде на завтра Субтитры сделал DimaTorzok Вся сегодняшняя ночь будет пасмурной и очень теплой На термометрах до плюс 17 Да еще и ветер чуть успокоится В сравнении с сегодняшними 10 метрами в секунду ночные пять не видятся такими уж страшными В среду днем скорость передвижения воздуха не изменится А вот в температурном плане будет даже немного прохладнее, чем ночью 16 теплых градусов Дождя синоптики не обещают до вечера А там возможны осадки, пусть и не сильные Зато дальше сплошные дожди Впрочем, это уже завтрашний рассказ Не буду забегать вперед Таким был Ростов сегодня Каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00 Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv И в соцсетях Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео Вся информация и контакты на сайте В студии были Алина Николаева и Рубен Дана Всего доброго До встречи завтра Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин